Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами MVP. И это вторая часть видео по английской атаке с ходом к F3. Практическая часть. Приятного просмотра видео. В данном видео мы разоберем две партии гроссмейстера с адвокасов, сыгранные в данном варианте. Первая партия гопов с адвокасов. 2007 ход. Ферзь С7, А4, слон Е7, А5, 2-0, слон Е2, БД7, 2-0, конь С5, уже известный нам маневр, с идеей слон Е6, конь Д5, конь Д5, ЕД, слон Ф5. Это новая позиция. И здесь нужно ходить конь Д2. В данной партии так не было сыграно. И какая идея здесь белых? Белые пытаются надвинуть пешки на ферзьевом фланге, черные наоборот убирают слона и пытаются надвигать пешки на королевском фланге и центре. Допустим, приблизительный вариант слон Ж6, конь С4, 5-1, конь Б6, ЕД8. Белые убирают ладью. С подвозможного рентгена ходом ладья А3 пытаются надвинуть пешки, а черные пытаются провести свой план. То есть позиция более-менее равная, но игра может идти на 3 результата. А так как сыграли белые, у них просто хуже. После хода С4, это уже было разобрано в теоретической части видео, что здесь ход Е4 есть. Сильный. Конь Е1, слон Ф6. Ладья А2, ладья АЦ8. А тут черные показывают свою идею. После Б4 они прыгают конем на Д3. И получают небольшой перевес в эндшпиле после всех разменов. Ну, за счет чего перевес? За счет того, что у белых слабости на Д5 и Б4. Ладья Б1, ладья АЦ3, Ж3, ладья А8. Пока ничего особенного не происходит. Б5, ладья Д3, ладья Д2, ладья А3. Уже пешка под боем. И белым никак ее защитить нельзя. Приходится отдавать. А черные пешку на Д6 не отдают. Но тем не менее, как вы знаете, шахматы это ничейная игра. И ресурсов у белых должно хватить до ничьи. Тем более сейчас в доске ладейное окончание. В этой позиции белые сыграли неудачно. Надо было играть по седьмой линии. И сыграли ладья А6. После ладья Б7, ладья Ф8. Ладья Д7, король Ж7. Ладья А7. Получалась позиция, что черные никак не могут добиться прогресса. А в белых за пешку достаточная компенсация. После ладья А6, получила еще и ладья Д6 тоже, естественно, более-менее ошибка. Лучше при четырех ладьях держать оборону. Ну и получился такой эндшпиль. Тем же равно плюс. Который 3 на 4. Которым черным удалось в итоге переиграть своего соперника. Но рассматривать это мы не будем. А сделаем вывод по партии. Белые ошиблись. Данная позиция сыграла в С4. Надо ходить здесь конь Д2 с идеей перевести коня на Б6 и начать атаку на ферзь на фланге. А после данного хода С4, у черных как минимум небольшой перевес. Неизвестно, хватит ли для победы его, но тем не менее, играть в биоме очень неприятно. Следующая партия. Жиркович, Павыч. 2012 год. Павыч это гроссмейстер, насколько я известно, мне сербский. Ферзь С7. А4. Слон Е7. А5. 2.0. Ну и здесь мне не совсем понятно, зачем белый слон отдают. Ходом слон Б6, ферзь С6, конь Д5. Конь Д5 ЕД, ферзь Е8, конь Д2, конь Д7. И тут мы рассматривали эту позицию уже в теоретической части видео. Я рекомендовал белым отступить слоном на Е3. Но естественно, такие маневры не могут привести к перевесу белых. Белый тут еще и слона разменяли путем конь С4. Конь Б6. Конь Б6. Водя Б8. Слон Е2. Слон Д8. Конь С4. Ферзь Е7. Защитили пешку. 2.0. Слон Д7. Ну и тут оценка уже позиции равно плюс. Поскольку у черных два слона и у них явный план игры на королевском фланге. Дальше я не знаю, где белые ошиблись серьезно в данной партии. Просто где их игру можно было усилить. Это для меня остается загадкой. Просто у черных лучше. Они постепенно играли своего соперника. Водя А3. Водя С8. Водя Е1. Ф5. Начинаем надвигать пешки. Слон Ф1. Слон Б5. Конь Д2. Ферзь Ф7. С4. Слон Д7. Б4. Вроде белые пытаются что-то на ферзе в фланге сделать. Но, как мы увидим, сейчас черные делают очень сильные два хода подряд. И практически после этого можно даже назвать позицию безнадежной. Как бы это ни странно не звучало. Слон Ф6. Слон ходит в игру очень интересным способом. Ферзь Е2. Е4. И тут мы видим, что сейчас Слон заиграл на длинной диагонали. Хочет встать на Д4. Белые защищают. Ферзь Е3. Однако, Слон Б2. Ферзь Б3. Ферзь Ф6. И так или иначе, Слон выходит на пункт Д4. Плюсы у черных. Угроза Слон А4. Приходится выбирать Ферзя. Слон А4, тем не менее. Водя Ж3. Слон С3. Кубок белых фигур распутаться не может. Водя Е2. Слон Д4. Ферзь Б7. Водя Б8. Ферзь А6. Водя Б4. То есть, теперь Ферзь белых еще застрял. Сейчас Водя Б2 угрожает. С5. Это уже агония. Слон С5. Водя Е1. Ферзь Д4. Ферзь Е2. Водя Б2. Белых сдались, так как теряют фигуру. Что нам эта партия показывает. Она показывает, что оказывается, белыми возможно проиграть, сделав всего лишь одну неточность. Это ход данной позиции в конце C4. Хотя уже до этого слон Б6 можно тоже назвать неточностью. Белые не сделали ни одной значимой ошибки. Проиграли данную партию. Ихру черных нужно считать образцово-показательной. То есть, они сначала развили фигуры. Потом надвинули Ф5. Слон Ф6. Потом тактическим путем перевели своего слона на Д4. И позиция белых просто развалилась. Такие выводы можно сделать под данной партией. Следующая партия. Рамеш с адвокасов. 2006 год. Оба соперника, судя по рейтингу, являются ростмейстерами. У белых рейтинг 2500, у черных 2600 с копейками. Посмотрим, как белые ужасно разыграли дебют. Что получили просто хуже. Ф7, А4, слон Е7, А5, 00, слон Е2, конь БД7, 00, конь С5, конь Д2, слон Е6. И тут опять-таки странный ход. Слон Ж5. Поскольку в белых и так не хватит фигур, чтобы контролировать пункт Д5. Конь СД7. Обратите внимание на этот ход. Тоже, после того, как мы слона на Е6 развили. Мы возвращаемся конем на Д7, чтобы побить на Ф6 лучше, чем конем. Потому что конем всегда бить лучше, чем слоном. Поскольку пункт Д5 будет иметь больше защитников. Войдя Е1, H6. Ну и тут, естественно, надо было уже ходить. Слон H4. Более или менее, произошел бы переход в разобранную уже партию Карякина. Он побил на Ф6, непонятно зачем. Конь Ф6, конь Ф1. Ну и тут маленькая задача. Сделайте два хода, которые приведут к выигрышу пешки черных. Итак, черные походили Б5. Этот ход нельзя назвать плохим. Но был ход более сильный. Этот ход ФС5. Очень интересная геометрия. То есть, после хода конь Е3 или любого другого хода, черные играют слон Д8. И пешка А5 падает. Иногда пешка А5 оказывается слабостью, когда она в конкретном случае. Но Б5 нельзя сильный ход порицать. Конь Е3. Водиация 8. Слон Д3, Ж6. Уже знакомая из партии Карякина. Улучшение. То есть, не Карякина, а Орещенко. Улучшение. Позиция черных маленькая. Ферзь Д2, король Ж7. Конь А2. Опять-таки, очень странный ход. Я удивлен, что черные не сыграли здесь Д5. После Е3, конь Д5, конь Д5, слон Д5. Черные добиваются всего максимального, что можно по дебюту. Они имеют перевес двух слонов, хороший центр. Конь белых непонятно, что делает на А2. А также слабости на А5 и С2. Б2 тоже должны сказаться в ближайшем будущем. Черные так не походили. Как мы видим, сицилианская защита является очень стратегически сложной дебютом. Что такие гроссмейстеры хорошие, все равно допускают ошибки и неточности. Ферзь Б7 это неточность. Конь Б4, вводя ФД8. Ну и тут белые уже совсем раздерничались. Нужно было походить С3 или Ф3. Так как они походили, конь Е5, они просто отдают пешку. Конь Д5, ЕД, слон Ж5. Обратите внимание, как интересно черный слон вошел в игру. Ферзь Д1, слон бьет Д5, слон Б5, ферзь Б5, конь Д5, ферзь Б2. Порядком ходов черные просто остались с лишней пешкой. Позиция у них близка к выигранной. С3, вводя С5. Белые попытались пойти в тактику, все равно уже стратегически проиграна. На Ф4, слон Ф4, конь Ф4, ЕФ, ферзь Д4, король Ж8, ферзь Ф6. Вводя ДЦ8. Из-за того, что вводя стоит на А1, даже вводя Е7 походить нельзя. Поэтому приходится меняться. И получается позиция в итоге с двумя лишними пешками черных. И черные еще очень хорошо походили. Ф4 грозит размен ферзей. Две лишних пешки в одином окончании достаточно до победы. Поэтому белые сдались. Эта партия дает нам следующие уроки. Первый урок. Белым не следует отдавать перевес двух слонов. Поскольку больше чем за равенство, после этого они не борются. Второе. Это интересный маневр ферзь С5, слон Д8, который не был осуществлен с возможным выигрышем пешки А5. Это надо иметь ввиду. Ну и решающая ошибка белых. То, что нужно держать было блокаду. Если отдаешь слона. А они пошли их на упрощение позиций, имея множество слабостей. И это привело к потере материала и к последующему поражению. И это конец второй части данного видео. С вами был MVP. Спасибо за просмотр.